всех приветствую на канале продолжается серия видео о радиоприемниках их характеристиках сегодня рассмотрим следующую очень важную характеристику динамический диапазон радиоприемника динамический диапазон это характеристика устройства представляющие собой отношение максимального и минимального возможных рабочих значений величины входного параметра устройства данная характеристика напрямую связана с линейностью устройства а при определении динамического диапазона ставится задача определение этих самых максимального и минимального возможных рабочих значений величины входного параметра устройства для радиоприемника данным параметром является входное напряжение на картинке приведен пример амплитудной характеристики устройства описывающие зависимость выходного напряжения от входного. Любое устройство, обладающее свойством усиливать, обрабатывать сигналы, имеет подобную характеристику, и радиоприемники в том числе. Напряжение входное 1 и напряжение входное 2 – это минимальное и максимальное рабочее напряжение, то есть в этом диапазоне обеспечивается нормальная работа системы. По данной картинке видно, что при превышении напряжением значения входное напряжение 2 устройство теряет линейность, изменение входного напряжения не приводит к аналогичному изменению выходного напряжения. Наступает компрессия сигнала на выходе устройства. Как правило, значение напряжения входное 2 определяется по отклонению на 1 дБ от линейной характеристики. У радиоприемников начальный участок от 0 до напряжения входное 1 линейный, и за входное напряжение 1 принимают значение МДС. На данной картинке отношение напряжения входное 2 к напряжению входному 1, и есть динамический диапазон в общем понимании. Для удобства динамический диапазон выражают в децибелах, то есть это относительная величина. Поскольку радиоприемник это сложное устройство, функционирующее в сложных условиях, а это фирные шумы, мешающие сигналы, то на практике сложно описать качество радиоприемника в части динамического диапазона какой-то одной характеристикой. Поэтому для разных условий существуют разные характеристики. Наиболее часто с словом динамика радиоприемника или динамический диапазон радиоприемника связывают понятия. Первое. Динамический диапазон по блокированию или BDR описывает способность приемника функционировать в условиях рядом расположенного мощного сигнала. И второе. Динамический диапазон по интермодуляции второго и третьего порядка, так называемые EMD3 и EMD2. Для каких-то особых применений будет важна интермодуляция с другим порядком. Мы же рассматриваем общий случай. Эта характеристика описывает поведение приемника при наличии более одного мешающего сигнала. Физический смысл этих характеристик это краткое описание поведения приемника в реальном эфире с множеством станций и мешающих сигналов. Как радиоприемника будет мешать другие станции? Почему на радиоприемник можно услышать те сигналы, которых нет на самом деле? Давайте перейдем к измерениям. Снова будем руководствоваться RRL Test Precedures Manual с некоторыми уточнениями. Для начала соберем стенд, приведенный на рисунке. Стенд состоит из двух генераторов, сумматора сигналов, аттенюаторов на 10 дБ на 1 дБ, самого радиоприемника и измерителей выходного сигнала радиоприемника. Аттенюатор на 1 дБ использовать не буду, так как не вижу технического смысла в нем и у меня его нет. Его можно учесть в расчетах. Я буду использовать то, что есть, а именно генератор Nano VNA в качестве основного сигнала с аттенюатором КТ 2.5-90, генератор Marconi 2024 в качестве мешающего сигнала, потому что его уровень в процессе измерений будет большой, и тут нужны хорошие фазовые шумы, а точнее их отсутствие. В качестве аудиоизмерителя буду использовать свой персональный компьютер и программу Spectralabs, встроенной утилитой Total Power. Условия измерений. RU приемника выключено, полоса пропускания приемника 500 Гц, режим приема CW. Настройки Mawahit DSP2, Riff Gain 4, тип антеннного входа 50 Ом, PGA Boost Enable, LNA MixupGR Disable, MixGR Disable. В этот раз звук приемника буду передавать в компьютер по USB. Давайте измерим блокинг Dynamic Range. Сразу сделаю уточнение. В RRL Test Precedures Manual само понятие не раскрыто. Есть определение Blocking Gain Compression, то есть уровень сигнала, при котором происходит компрессия. Наш ГОСТ R52016 содержит понятие динамический диапазон по другим побочным каналам приема при отстройке от частоты настройки на 50 кГц и выражается в децибелах. В нашем случае термин Blocking Dynamic Range нужно воспринимать именно как диапазон от минимального до максимального значения и выраженный в децибелах. Итак, перейдем к измерениям. Для примера возьмем частоту 14 МГц 20 кГц и измерим значение MDS. Имеются влаги в отображении окна Spectralab. Не знаю, с чем это связано, но Spectralab мой любимый инструмент и менять его не хочу. Частота 14 МГц 20 кГц. Генератор выключен. Сейчас включаю генератор и увеличиваю уровень сигнала до тех пор, пока показания индикатора не изменятся примерно до уровня минус 53 децибела. Ну, примерно так. По генератору сейчас уровень минус 127 дБ. Теперь включаю ОВЧ и делаю то же самое. ОВЧ включил, генератор выключил. Смотрим уровень шума. Минус 51 дБ. Примерно так получается. Сейчас по генератору минус 137 дБ показывает. То есть МДС на данной частоте без ОВЧ минус 127 дБ. С включенным ОВЧ минус 137 дБ. Итак, слышим основной сигнал с уровнем минус 107 дБ. Мешающий сигнал имеет частоту 14 МГц 40 кГц. Основной сигнал 14 МГц 20 кГц. То есть разнос 20 кГц. Включаю мешающий сигнал в виде генератора. И поднимаю его уровень до тех пор, пока показания индикатора не изменятся на 1 дБ. Заметно уже возрастание шумов. Ну вот уже явно ограничение настало. Уровень мешающего сигнала минус 36 дБ. Значит, сейчас у приемника ОВЧ выключен. И в этом случае получается динамический диапазон по блокированию. Это 127 дБ МДС. Минус 36 дБ. И минус 3 дБ. Значит, это потери в сумматоре сигналов. Итого получаем 88 дБ без ОВЧ. Сейчас включу ОВЧ и сделаю то же самое. Включаю ОВЧ на приемнике. Сигнал стал громче. Включаю мешающий сигнал. Значит, и увеличиваюсь снова до тех пор, пока показания по индикатору не изменятся на 1 дБ. Ну вот явно компрессия настала. И компрессия настала при уровне минус 46 дБ. То есть, получается, динамический диапазон такой же, как и в случае без ОВЧ. Ну, понятное дело, что опуская МДС, мы опустили и уровень блокирования за счет использования ОВЧ. А теперь давайте послушаем, что будет с приемником, если просто подать мощный сигнал. Вот сейчас увеличиваю уровень мешающего сигнала. Видно, что шумы возрастают. Это уже уровень минус 28 дБ, то есть, за пределами блокирования, ну или выше уровня блокирования. Ну и все, вот при таком вот уровне, можно сказать, что прием полностью пропадает. И теперь давайте перейдем к измерению динамического диапазона по интермодуляции третьего порядка. Сейчас оба генератора подготовлены. Первый генератор имеет частоту 14 МГц, 20 кГц. Второй генератор имеет частоту 14 МГц, 40 кГц. Амплитуда у них одинаковая. Прием сейчас ведется на частоте 14 МГц, 60 кГц. То есть, на этой частоте возникает паразитный прием или продукт интермодуляции третьего порядка. Вот сейчас один из генераторов я выключил. Вот видно, что все относительно тихо. Добавлю громкость. Включаю генератор. Амплитуда у генераторов одинаковая. И видим, что появляется какой-то сигнал. Хотя этого сигнала реально в природе не существует. Ну и по соотношению основного сигнала или основных сигналов и вот этого паразитного сигнала и определяется динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка. То есть, сейчас уровень основных сигналов минус 51 dBm. Значит, уровень этого паразитного сигнала минус 58. Так, минус 128 dBm. Итого получается разница в 67 dB. Если мы уберем RF-гейн и понизим это значение до нуля, например, то видим, что уровень этого паразитного сигнала тоже пропадает. Если мы RF-гейн увеличиваем, уровень сигнала этого увеличивается. То есть, изменяя характеристику работы смесителя в микросхеме MSI-001, мы изменяем и его динамический диапазон. Таким вот образом, при значении RF-гейн равном 4, у нас получился динамический диапазон 67 dB. Значит, это по интермодуляции третьего порядка. Ну и в реальности, значит, на реальных приемниках вот такая ситуация часто встречается, что возникают какие-то сигналы, которых реально в природе не существует. Но это вот следствие проявления динамического диапазона по интермодуляции третьего порядка. Вот эта характеристика есть у всех радиоприемников абсолютно. Вот так. В данном видео я постарался объяснить и показать, что же такое динамический диапазон радиоприемника. Продемонстрировал методику измерений и результаты работы. Измеренный динамический диапазон по блокированию составляет 88 дБ, динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка 67 дБ и лучше. Также я показал, как ведет себя радиоприемник при разных мешающих сигналах. Надеюсь, видео было для вас интересно. Просьба к всем, кто ставит минусы под видео, пожалуйста, пишите в комментариях, что именно не понравилось. Это позволит улучшить качество. Конечно, если претензии содержат объективные причины. Иначе сейчас по факту минусу ставят, а причина непонятна. И как улучшить контент тоже непонятно. Всем спасибо за внимание, хорошего настроения и берегите себя. 73. 53? 53. 53. 53. 54. ơ. 54. 50. 54. 55. 56. 53. 53. Продолжение следует...